Областной центр известен своими достопримечательностями. Некоторые из них заявлены на федеральный конкурс «Россия-10». Он проходит под девизом «Откроем Россию заново». По всей стране из множества уникальных объектов предстоит выбрать 10 лучших методом народного голосования. О белгородских претендентах на победу в материале Татьяны Красиковой. Картины страшного боя, предметы военного обихода, портреты тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной. Эти и другие экспонаты хранят в своих стенах музей, посвященный Курской битве. Его сердце – полотно, посвященное знаменитому танковому сражению 43-го года. Оно крупнейшее в Европе. Площадь картинного холста больше тысячи квадратных метров. По итогам интернет-голосования на сайте проекта «Россия-10» диорама – один из лидеров среди остальных достопримечательностей региона. Мы стараемся, сделаем все возможное, как можем больше информации рассказываем нашим посетителям, а чтобы тоже они приняли участие и отдали свои голоса за наш музей. Проект «Конкурс «Россия-10»» стартовал в конце марта. Проводит его телеканал «Россия-1» совместно с Русским географическим обществом. На сайте проекта каждый может проголосовать за понравившегося номинанта. Еще за первую неделю голосования белгородские достопримечательности поднялись на 11-12 места. Это для региона очень важно, потому что в других регионах тоже очень много объектов, очень много значимых, важных. Но мне кажется, Белгородская область должна показать себя на уровне всей страны, что мы лучшие. Краевический музей – старейшее учреждение культуры области. Был открыт еще в 1924 году. Один раз побывав здесь, можно узнать сразу о всей истории региона. Со времен Палеолита до наших дней. В фондах музея 150 тысяч экспонатов. Есть среди них и уникальные. К примеру, золотые украшения скифов. Или вот этот биметаллический нож, которому уже больше 4 тысяч лет. В музее уверены их коллекции – достояние всей страны. Из истории каждого региона складывается история России. На территории нашего края удивительные, уникальные памятники древнейшего прошлого нашего края, потому что это скифская культура, салтово-маяцкая культура. Еще один участник интернет-голосования – Преображенский собор. Построен он был еще в первой половине 19 века. Он был одним из немногих храмов, который продолжал свою работу и в годы гонений на церковь. Однако в начале 60-х его все-таки закрыли. Помещение переоборудовали под Краевический музей. Лишь в годы перестройки собор вернули верующим. Сейчас православные могут поглониться в нем мощам святителя Иосафа и помолиться перед стариной иконой Николая Ратного. Это очень важный для нас проект, потому что в собор, кроме того, что он является одним из немногих сохранившихся памятников архитектуры, со своим своеобразным внешним обликом, но для всей Русской Православной Церкви, для всей России он в себе сейчас вмещает и великие святыни, которые своей известностью уходят далеко за пределы России. Кроме достопримечательностей Белгорода, в конкурсе участвуют еще три региональных. Свято-Троицкий, Холковский монастырь, заповедник Белогорье и музей Прохоровское поле. Кстати, именно он, наряду с диорамой, лидер среди всех объектов региона. Первый тур продлится до конца июня, во второй пройдут 80 достопримечательностей страны. Затем из них выберут 30. Десятка лучших определится в сентябре. Уменьшенные копии победителей станут частью ландшафтного парка «Россия» в Московской области в районе Домодедова. Татьяна Красикова, Павел Емелин, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.